Привет, ребят! Я сегодня хочу вместе с вами поговорить на тему финансовой грамотности. Я в своём инстаграме, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, спрашивала, стоит ли мне снять такое видео, и очень многим стало интересно, и мне самой, в принципе, интересно такое снимать, потому что финансовая грамотность — это то, в чём я в последнее время стараюсь учиться и начинать лучше и лучше разбираться. Мне кажется, ещё только в самом начале пути, и я могу потом в дальнейшем снимать аналогичные видео, если я буду узнавать ещё что-то интересное для себя. И, кстати, я сегодня первый раз снимаю видео на своей новой кухне после ремонта. Я поставила здесь свечу, которую, не знаю, вообще видно или нет. Давайте перейдём к этому видео, и сегодня я вам, возможно, дам какие-то советы в конце, но в основном я поговорю про себя, почему я к этому пришла, из-за чего, что я делаю. В общем, давайте начинать. Первое. Почему я начала вообще интересоваться финансовой грамотностью? К сожалению, у нас нигде не рассказывается об этом, и я бы с радостью походила на уроки в школе про финансовую грамотность или в колледже. Но у нас таких уроков нет, таких дисциплин, только если вы, например, учитесь на какие-то экономические специальности, и именно исходя из того, что вы узнаёте, из этих знаний, вы можете для себя лучше понимать, то есть как вообще обращаться с деньгами, что с ними можно делать. Но именно общего такого посыла, чтобы дети, подростки узнавали о том, что им делать с деньгами, которые у них дальше будут по жизни, такого, к сожалению, нет. И объективно, я считаю, это одна из причин, почему большинство наших родителей, они финансово в своём возрасте, финансово всё равно безграмотны, и им, многим из них, я знаю очень большое количество примеров, многим из них не удалось составить своего капитала за свою жизнь. Для меня это очень печально, и я так не хочу. А потом у меня встал следующий вопрос. Идти на какие-то курсы по финансовой грамотности или что мне вообще делать? Я нашла для себя несколько вариантов. Первое — это смотреть ролики на YouTube про финансовую грамотность. Я, правда, не нашла суперканалов, которые бы я вот от и до мне понравились. Если вы что-то можете посоветовать или рассказать из своего опыта в плане денег, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я почитаю и думаю, что другим людям тоже будет полезно это почитать. Вообще многие могут зарабатывать, но немногие могут сохранить свои деньги и приумножить их. И вообще ещё почему я начала интересоваться финансовой грамотностью? В моей голове ещё сложилось много историй, когда люди были, например, успешными, они зарабатывали деньги, и они же никогда не знают, когда это закончится. То есть они могут оценить то, что их доход просел, и то, что у них стало гораздо меньше денег только после того, как это уже прошло. То есть никто не может предугадать, что всё, я там через полгода уже не смогу так много зарабатывать, как сейчас. И вот это меня отчасти тоже смотивировало, что надо бы браться за дело, так как если раньше, ну вообще я из абсолютно обычной семьи, то есть никогда у нас не было супер много денег, когда у меня начал какой-то маленький доход появляться с ведением блога, со всей моей супер активной деятельностью в социальных сетях, я просто, ну, жила на эти деньги, я могла себе что-то купить, как-то порадовать себя, порадовать своих близких людей. И я, наверное, просто у меня и не было мыслей над тем, чтобы ещё эти деньги куда-то вкладывать. Вот, а потом эти мысли появились, когда увеличился доход, и когда я поняла, что деньги есть, но я чувствую некоторую тревогу внутри, что я не знаю, как ими грамотно распорядиться. А ещё важный пункт — это то, что деньги не должны лежать. То есть если у вас есть какая-то крупная сумма, если, допустим, вы начали зарабатывать хорошие деньги для вас по вашим меркам, то деньги не должны лежать, они должны работать, потому что деньги обесцениваются, как я узнала, из инфляции. То есть даже если просто вы будете копить, например, несколько лет на машину или на квартиру или на какую-то другую покупку, то ваши деньги увеличиваются, но при этом они уменьшаются из-за того, что они обесцениваются. И так нужно считать в сложном проценте, то есть сколько вам нужно накопить, но с учётом инфляции вы ещё добавляете сумму сверху. Я поняла, что реально нужно что-то активно предпринимать. И какие варианты я вижу для себя? Первое — это инвестировать, и второе — это вкладывать в какое-то своё дело, в бизнес, в своё развитие. То есть я вкладываю деньги в блог, в создание контента, я вкладываю деньги... Вот сейчас ещё я хочу открыть свой бренд украшений, и я не знаю пока сколько на это денег нужно, я ещё это всё не считала и не узнавала по стоимости производства. Сейчас изначально у меня первый пункт — это найти производство, и там уже будет примерно понятно, какая сумма мне на это требуется. Чувствую, что потребуется достаточно много. Наверное, для меня это основное, то есть вложить деньги в себя, в свои знания, кстати, в образование, в навыки, которые вы можете освоить, на которых вы дальше можете ещё больше зарабатывать. Это тоже важно, и это очень крутой вклад. Зачем инвестировать и во что инвестировать? Как я узнала? Я не говорю на 100%, что я как истинно в последней инстанции, что я говорю супер достоверную информацию, потому что я только начала изучать, я тоже могу в чём-то ошибаться, поэтому если вы что-то знаете лучше, или если вы считаете, что меня стоит поправить, то можете это сделать в комментариях, и я сама с радостью это изучу. А во что можно инвестировать? Это акции, облигации, фонды, и ещё, насколько я знаю, есть IPO, но IPO — это типа более продвинутый уровень, потому что там это всё делается сложнее, там сложнее анализировать, и вы можете инвестировать более спокойно, консервативно, с расчётом на много лет вперёд, и я так и делаю, то есть я рассчитываю лет на 7, 10, вот так вот. Я понимаю, что это долгосрочно, и я эти деньги не буду выводить в ближайшее время, потому что пока у меня есть возможность откладывать, пока у меня есть возможность инвестировать, я буду это делать, и потом через 10 лет, я думаю, я скажу себе, в 28 лет я думаю, я скажу себе за это спасибо, и вдруг что? Мы никогда не знаем, какие ситуации бывают, и так я понимаю, что я спокойна, у меня есть деньги, которые отложены, и причём эти деньги работают дальше. Вот. Зачем инвестировать? Для того, чтобы ваши деньги не съедались, и для того, чтобы у вас была подушка безопасности. Я думаю, что это основной пункт, основной параметр. Зачем люди вообще, ну, так именно, на базовом уровне начинают инвестировать? Потому что ещё есть, вот как раз-таки, трейдинг. Трейдинг — это когда вы активно отслеживаете все показатели, все акции, и трейдеры именно не зарабатывают на небольших изменениях, на небольших колебаниях, но они тратят на это, это как полноценная работа, то есть они всё это сидят, отслеживают днями, и мне кажется, это очень нервная работа, поэтому это точно не для меня, и плюс, это нужно уже очень хорошо разбираться, потому что если вы просто так захотите начать инвестировать, там, скачаете Тинькофф инвестиций, и начнёте скупать, продавать акции, то далеко не факт, что вы останетесь в плюсе. Следующий пункт, который я хотела обсудить, это учёт доходов и расходов, это важно, когда у вас, да на самом деле, когда у вас любая сумма денег, если у вас есть поступление, и есть расходы, то уже важно это учитывать. Старалась каждую свою трату, и каждое своё поступление вносить в приложение, я вам могу посоветовать удобное приложение, которое я скачала, и которым пользовалась, оно реально классное. Так, как оно называется это? Приложение называется Капиталист. Так вот оно выглядит, первое в этой папке. Так вы начинаете вообще видеть и понимать, куда у вас уходят деньги, и действительно, деньги как вода. Особенно то, что у нас сейчас безналичная вот эта цифра денег, и мы такие, о, типа это же, ну, это не ощущается так, как вы бы наличкой оплачивали, потому что иногда я понимаю, что я трачу такие суммы, что если бы я вот это рассчитывала наличкой, я бы не отдавала такие деньги. Итак, вы в каких-то моментах, возможно, будете более осознанно подходить потом к своим тратам. Знаете, всё равно вы можете накопить много денег, вы можете себе отказывать во всех благах этой жизни, но какой в этом смысл, что, окей, вы будете кайфовывать, только на пенсии, типа, когда вы накопите, это тоже странно, и я такого не понимаю, я этого не придерживаюсь. Следующий пункт, это экономлю ли я. Я не могу сказать, что я экономлю, но для меня всегда была в голове такая политика, что лучше я буду больше зарабатывать, чем я буду экономить. А как я начала изучать инвестиции, мне встретился один парень, который начал мне вообще про это рассказывать и посвящать меня в этом. И я попросила его дать мне несколько советов, которые бы я могла рассказать вам. Первый совет, который он дал, это не будьте хейтером денег. То есть вы не должны отрицать того, что деньги реально значат много, того, что деньги важны. И ещё очень важный момент, тоже, который к этому относится, то, что не говорите. Я не могу себе этого позволить. У меня нет на это денег. Следующий совет, избегайте спонтанных покупок. Это моя как, ну, реально точка, где я немножко проваливаюсь, потому что я слаба на спонтанные покупки. И не могу сказать, что к сожалению, потому что они доставляют мне эмоции, и те же самые деньги мы зарабатываем для того, чтобы испытывать эмоции. Сами по себе деньги, они ничего не стоят. То есть стоят то, что вам могут они дать. живите на 80-90% своих доходов, своих денег. Мне Николай, это вот парень, который мне начал рассказывать про инвестиции, он сказал, что это незаметно. И на самом деле это действительно так. То есть когда вы откладываете от 10 до 20% своего дохода ежемесячно, вы в принципе, скорее всего, не будете этого ощущать, что вы там себе в чём-то сильно отказываете, и они уже будут как бы копиться. То есть вы не будете замечать того, что вы их откладываете, но они копятся, они работают дальше, и потом в какой-нибудь ну разные жизненные ситуации бывают, и в какой-нибудь момент эти деньги могут вам очень сильно пригодиться. Откройте счёт в валюте. Я думаю, ну для себя просто, например, я вижу в этом целесообразность какие-то крупные суммы переводить в валюту, и чтобы они лежали в валюте, потому что те деньги, которые вы тратите на постоянной основе используете, вы просто бессмысленно их переводить в валюту, потом обратно в рубли, вот, но сумма, которую вы откладываете, действительно, счёт в валюте это очень хорошая вещь, потому что доллар и евро это более стабильные валюты, чем рубль. Самый простой способ копить, сейчас я вам его прочту, вам нужно взять лист А4, и вы на этом листе А4 печатайте цифры от 1 до 365, и также берёте какую-нибудь, он написал бутылку 5 литров, или какую-нибудь коробку, то, куда вы сможете скидывать деньги, и на листе вы каждый день отмечаете день, когда вы откладываете деньги, это нужно делать каждый день, и каждый день вы откладываете на рубль больше предыдущей суммы, и так, за год вы накопите 64 тысячи, это тоже, знаете, такой из способов незаметно накопить окружение, это важный пункт, который у меня, он сложился сам собой, то есть у меня в окружении все стараются развиваться, все стараются зарабатывать, я не знаю, как так сложилось, мне правда, ну, может быть, отчасти повезло, а всё равно по большей части, я думаю, это зависит от самого меня, то есть какие люди вокруг меня, каких людей вокруг себя я собрала, это действительно зависит от меня, и каких людей я оставляю в своей жизни, это, наверное, очень высокомерно звучит, но всё равно мы можем отказываться от общения с людьми, можем, наоборот, стараться поддерживать, и когда вы начинаете общаться с людьми, которые зарабатывают больше и больше, которые развиваются дальше, вы все друг от друга это перенимаете, и вы как-то все вместе идёте вперёд, потому что когда вы будете, если вы будете общаться с людьми, которые стоят на месте, которые не развиваются, которым ничего не нужно от жизни, которые не хотят зарабатывать больше, у всех свои цели и у всех свое видение мира, и это тоже абсолютно нормально, если у человека нет больших целей по заработку, это абсолютно нормально, но ответьте себе на вопрос, подходит ли это вам, интересно ли это вам, если вам это подходит и у вас тоже нет особых целей по заработку, то в принципе, почему вы и нет, все окей. И последний пункт, который я хотела обсудить, это то, с чего начать, это то, что меня волновало все это время, пока я начала это активно изучать, потому что я не знала, с чего начать, можно очень много интересного материала найти абсолютно бесплатно в интернете, и второе, что я для себя тоже нашла, это книги, я прочла достаточно много книг по деньгам, также есть разные блоги про финансы, есть разные курсы, и вы, в принципе, к курсам можете прийти потом, когда вы уже хотя бы начнете в это погружаться сами, самое главное, поймите, что вам никогда никто не даст 100% такой, как ключ к успеху, пошаговую дорожку, как вам накопить, заработать, то есть вы должны всегда это сами для себя определять, и как бы это ни было грустно, но это так, и это может быть тяжело, но вы должны сделать все сами. За вас это никто не сделает, я надеюсь, что вам понравилось это видео, я рассказала вам все, что я пока что знаю, думаю, делаю, со своими сбережениями, со своим заработком, я вас очень сильно люблю, скоро с вами увидимся, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...